Из-за вспышки нового коронавируса 63 медработника находятся дома на самоизоляции. Все они отстранены от работы. Плановая госпитализация в Коголымский стационар прекращена. Медики оказывают только экстренную помощь, но пациентов смогут принять больницы Лангипаса и Сургута. Это главный вопрос, который представители регионального координационного центра обсудили на совещании. Маршрутизация пациентов к месту лечения. Нашей задачей стояло оценить на сегодняшний день готовность Коголымской больницы к приему пациентов. Дана оценка главными специалистами, проведен контроль качества оказанной медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении. Проведены совещания совместные с руководством больницы. Ну и определена тактика дальнейшей введения пациентов и маршрутизации пациентов между городами. На сегодняшний день крайне важной задачей является то, чтобы привлечь к оказанию медицинской помощи не только ресурсы Коголымской городской больницы, но и привлечь ресурсы регионального здравоохранения, чтобы минимизировать потери от коронавирусной инфекции. Представители регионального координационного центра поделились опытом с Коголымскими коллегами, как организована помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в других городах региона. Обсудили также работу амбулаторно-поликлинического отделения в условиях распространения нового вируса. Что же касается статистики, то за последние сутки в регионе 45 новых случаев, из них в Коголыме 8. Итого в муниципалитете 34 пострадавших, четверо выздоровели, один человек скончался. В Коголыме скончалась пациентка от пневмонии, от тяжелой пневмонии, но у этой пациентки была сопутствующая патология, это бронхиальная астма и возраст пациентки старше 60 лет. И, конечно, вот эта коморбидная патология, особенно заболевание со стороны органов дыхания, и привело к такому летальному исходу. Заболевшие контактные изолированы, за ними ведется контроль со стороны правоохранительных органов. Заболевшие и контактные изолированы, за ними организовано медицинское наблюдение и контроль со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний день полностью приостановлена плановая госпитализация пациентов в больницу, проведено разделение потоков пациентов и медицинского персонала, и изоляция подразделений. Проводятся все дезинфекционные мероприятия. Медики также оценили оснащение коронавирусного госпиталя и условия готовности города к борьбе с вирусом. Сегодня работают 350 врачей и 900 среднего персонала. Развернуто 62 койки. Расчет потребности коечного фонда уже ранее определен мировой статистикой. Одно-два места необходимы на население в тысячу человек. Сегодня 23 койки в инфекционном блоке заняты. Что же касается поликлиники, то отделения переходят на другой формат работы. Медики рекомендуют не приходить в больницу без острой необходимости. Некоторые бригады будут выезжать на дом. Больничный лист также можно оформить из дома. Оказание плановой медицинской помощи, как амбулаторно-политенической, так и стационарной, в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовано отсрочить. Всем пациентам, особенно имеющим хронические заболевания, для них, наверное, крайне важно оставаться здоровыми в этой ситуации. Поэтому закрытие отделений – это обработка дезинфекционной отделений от коронавирусной инфекции. И это связано еще и с уменьшением планового объема медицинской помощи, оказываемой в больнице. Конечно же, поликлиника не закрыта. Двери поликлиники будут открыты 24 на 7. Но, тем не менее, правильнее будет хроническим больным вызывать врачей на дом к себе, а не посещать поликлинику. Юлиана Сотник, Николай Горкуша, Михаил Суханов. Специально для Новостей.